Всем привет дорогие друзья, с вами я IPFox, сегодня мы с вами начинаем проходить новый мод для игры бесконечный ряд под названием отвергнутый лагерь. Перед началом ролика хочу пожелать всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра, мы с вами начинаем. Дисклеймер, данный мод не имеется ли оскорбить или задеть чьи-то чувства, не пропагандируют и не призывают к тебе. Ну никто так не умеет быстро читать, ну про себя максимум что. Да и то это слишком большой объем текста, чтобы просчитать его за 5-10 секунд. У каждой истории есть начало и конец, почти у каждой. Когда я додумал, что моя история бесконечна, как и это чертово лето. Я Макс учусь на втором курсе колледжа, предположительно часть своей жизни я провел в горном одиночестве. Из-за судьбы или у меня самого почти никогда не было друзей. Когда-то в детстве, может быть, и были, но сейчас все иначе. Было пару неудачных опытов близкого общения с противоположным полом, хотя бы с родителями повезло. Они в мою жизнь не сильно вмешиваются, за что я им очень благодарен. Конечно, из-за одиночества я замкнулся и стал много времени проводить дома. Большую часть времени я проводил в телефоне, как Тарас наткнулся на визуальную навалу бесконечной лет. С первых строк я втянулся в эту игру. На протяжении двух лет я каждую ночь погружался в эту летнюю атмосферу, я перепрошел несколько десятков модов, и мне не надоедало. Мне было очень близко к положению главного героя, мне нравилась идея о втором шансе для человека, и, конечно, я мечтал его получить, тоже попасть в Савенок. Я верил, что если попаду туда, то моя жизнь изменится к лучшему, а я, наконец, обрету счастье. А, как известно, желание имеет свойство сбываться. В зимний вечер я возвращался домой с учебы, думая о скором экзамене. Мокрый снег падал мне на лицо, и, как специально, я оделся очень легко для такой погоды. А еще хотелось есть. Расстроенный всеми своими маленькими проблемами, я сел на автобусную остановку. Раньше автобус ходил каждые 15 минут, но сейчас он сильно задерживался. Спустя полчаса я решил посмотреть расписание автобусов на телефоне. Но когда попытался его включить, то понял, что села зарядка. Постепенно все люди, которые стояли на остановке, ушли. По-прежнему ждал автобуса, так как это дома было очень далеко. Спустя час я не выдержал и закричал. Да где же этот чертов автобус? Нихуя подъехал, получается. В ту же секунду подъехал старый Икарус. Я не успел разглядеть его номер, так как мне было уже все равно, куда заходить. Зайдя внутрь, я ухмыльнулся. Людей нет, автобус старый, номер я не знаю. Неужели это тот самый Икарус из Бесконечного Лета? Ну тогда вперед, Савенок. Я сел на задний ряд, двери закрылись, и автобус помчался вперед на огромной скорости. Меня начал клонять сон, я испугался, потому что раньше я никогда не мог уснуть в транспорте. Но тут мои глаза уже сами по себе закрылись. Мне снился очень странный сон. Я лежал, или сидел, или падал, совсем не помню. Помню только то, что какой-то голос кажется женский. Ты пойдешь со мной? Что-то очень знакомое, и почему-то от этого вопроса мне стало так тепло на душе. Где же я его слышал? Точно это же конец предложения, и я почему-то выкрикнул. Юля? Этого не должно быть. Почувствовав резкий толчок, я начал падать в какую-то бездну, медленно погружаясь во мрак. Проснулся я весь в поток, солнце светит прямо в глаз. Мне по-прежнему хотелось есть, а теперь еще и пить. Проснувшись окончательно, я понял, что все еще сижу в автобусе, а вот только уже друг в другом. На автомате я достал телефон, но потом вспомнил, что у него села батарея. Посмотрев в окно и осознав, что на улице лето, мне начал паниковать, руки затряслись, а в голове было множество мыслей. В конечном итоге я пришел к выводу, что это... Савенок. Резко ощутив тяжесть в голове, у меня перед глазами пронесся сон, который я уже видел. Юля, почему она сказала, что этого не должно быть? Ладно, отставить панику. В конце концов, я наизусть знаю этот лагерь и все события в нем. Надо выйти из автобуса и провести самую лучшую неделю в моей жизни. Я вышел из автобуса и увидел перед собой ворота лагеря. Я вдохнул полную грудь в воздух и услышал скрип в ворот. Из них показала Славя, а я улыбнулся, и она подошла ближе и спросила. Ты новенький? Не дождавшись моего ответа, Славя продолжил. Ты в бег, вожатый, а у меня много дел. Думаю, сам справишься. Закончив на нем многословную речь, она развернулась и быстро ушла. Очень приятно, моя Макс. Сказал, что я офигел, ничего не сказать. Славя самая доброжелательная и всегда готова помочь всем пионеркам, но напомнила она мне больше своим поведением Алису. Кстати, Алиса не такая грубая, на самом деле. Она хотя бы говорит, что ее зовут Алиса, а тут что-то вообще какой-то дрын. Я решил не отчаиваться и пошел дальше пройдя несколько метров, и я увидел здание кружков. Около кружков стояли Лена и Ульяна. Зная, что сейчас произойдет, я решил помочь стесняшу. Олька, а ну быстро брось бедное насекомое. Ульяна не ожидала струлецкого выкрика и случайно отбросила сорончу в кусты. Потом злобно посмотрела на меня. Ты че тут разорался? Иди куда шел. Я посмотрел на Лену, но она смотрела на меня, как на врага народа. Быстро взяв за руку Ульяну, Лена скрылась за ближайшим поворотом. Я ставился лбом, не знаю, что делать дальше. Злая Лена, я конечно знал, что девочка она странная со своими проблемами, но не настолько же. Ульяна, шкодливая пионерка. Она скорее забросала бы меня вопросами, чем просто накричала. Видимо, в этом лагере мне не рада. Я встал со ступенек и пошел дальше. Про диаметр в 30 совсем забыв про Лису, мне прилетел ее удар по спине. Обернувшись, я улыбнулся, хоть что-то происходит, как должно. Че улыбишься, понравилось? Извини, Мак, тут меня резко оборвали. Да мне как-то плевать, кто ты, своих дел полно. Пока я анализировал произошедшее, Алиса ушла. Алиса всегда так себя вела, не очень дружелюбно. Вот раз она превзошла сама себя. Я некоторое время все же дошел до домика вожатой. Дверь домика тихо открылась, и оттуда вышла Лена. Она снова бросила на меня гневный взгляд и убежала. Сразу за ней вышла Ольга Дмитриевна. Ты, наверное, Семен? Нет, я Максим. Ну да, ладно. Форму найдешь на складе, вот ключи. Большой от склада, маленький от дома. Твой домик 31, да и живешь ты один. Ладно, у меня много дел, так что я побежал. Хорошо, где склад? Ольга проинравила мои вопросы и быстро убежала. Да, к сожалению, я помню, где домик. Но вот про склад я... Почему-то забыл. Ладно, попробую разобраться сам. Я вышел на площадь и стал выискивать, кто бы мне мог помочь. К сожалению, или к счастью, я видел только электроника. И быстро подошел к нему, пока он от меня не убежал. Привет, не подскажешь, где у вас склад? Прости, я очень спешу. Он уже начал уходить, но я быстро схватил его руку. Слушай, просто скажи, в каком направлении. А то я тут до вечера буду стоять. Электроник махнул куда-то в сторону столовой и убежал. И на том, спасибо. Я побрел в сторону столовой, но тут прозвучал гор на ужин. Да что ж такое? Есть хочется, но если я пойду в столовую без формы, то вожатко докопаться. Все же с Оргой сталкиваться не хочется, да и после еды ходить неохота. Вскоре я дошел до склада, открыл его и вошел. Внутри царил полный бардак, поэтому найти форму была задача не из простых. Спустя минут 10 я нашел подходящую, по размеру оделся и вышел. Так, а теперь наконец-то можно и покушать. Я с довольным видом пошел в столовую. И был уверен, что мой знакомый прием пищи уже ничего не испортит. Да-да. Зайдя в столовую, я понял, как сильно ошибся. Здесь не осталось ни одного свободного места. Все-таки долговато я с формой возился. Я взял понос с едой и не придумал ничего лучшее, вышел на крыльцо. Там я относительно удобно расположился на скамейке и начал свою трапезу. Многие проходящие пионеры бросали на меня недоуменные взгляды, но мне было все равно. Вдруг двери столовой открылись, и из них вышло удар. Семен, а ты чего тут ешь? Я Максим. А тут емой бы, в столовой мест не было. Так рядом со мной было одно свободное место, сел бы туда. Извините, я не заметил. Я подумал, что уж лучше буду есть на улице, чем компания вожата, которая моего имени запомнить не мог. Ладно, в следующий раз будь внимательнее и не забудь сегодня зайти ко мне еще раз. Хорошо. Ольга ушла в сторону площади и остался доедать свой ужин. Закончил трапезу, отнес посуду в столовую и подумал, куда отправиться дальше. Пока я шел в неизвестном направлении, ноги сами вывели меня в лес. Я подумал, что это отличное место, чтобы проанализировать мое положение. Итак, что я имею? Я попал в место, в которое мечтал попасть уже на протяжении двух лет. Но тут меня встречают не с распорасертыми объятиями, а на отвале даже с кем-то негативом. Как я сюда попал? На автобусе по-другому сюда и не попадаю. Что же еще? Точно. Юля. Я видел Юлю, но почему она меня бросила? По-прежнему остается вопрос, кого хрена тут все-таки недружелюбные. Думаю, на него способна ответить только Юля. Из-за этого все выходит, что я должен, нет, обязан найти ее. После размышлений прогулки в лесу я подумал, что пора бы уже зайти к Ольге. Не знаю, что от меня нужно, но надеюсь, ничего серьезного. Где-то через 15 минут я дошел до домика вожатой, никого желания заходить туда у меня не было, но все же я постучался. Открыто. Я вошел в логово вожатой. Здравствуйте еще раз, вы что-то захотели? Привет, Максим. Да, Максим, вот твои мыльные принадлежности. И не забудь, что завтра 8 от работ линейка. Да, хорошо, спасибо, доброй ночи. Быстро проговорил я и поскорее вышел из этого страшного места. Ольга кинула мне что-то вслед, но я ее уже не услышал. И я, уставший, пошел в свой домик. Как оказалось, мой домик сами крайне, так еще и рядом с лесной тропкой, которая ведет старый лагерь. На первый взгляд он был неухоженный, но зато внутри он был такой же неухоженный. Старая краска, снаружи старая мебель внутри. И весь домик был старым. Из-за грязных окон солнечный свет почти не падал ко мне в домик, поэтому я включил свет. Но лучше уж так, чем вместе с вожатой. Я посмотрел на кровать и обнаружил, что на ней не было постельного белья. Черт. Спать в форме идея не лучше, но за бельем идти так лень. Да и... Как же я попаду на склад? Ну, я вспомнил про ключ от склада, который забыл отдать Ольге. Ладно, сейчас быстро сбегаю на склад, завтра отдам ключ Ольге. Только бы мне никто не помешал. Я все время спотыкаюсь на ровном месте, когда шел до склада. Я зашел внутрь, взял белье и уже собирался уходить, но послышал дверной скрип. Кто здесь? Я думал спрятаться, чтобы избежать разговора, уже встал 5 часа назад, но подо мной скрипнула доска. Я быстро направился в мою сторону. Я уже понял, что никуда не денусь, поэтому решил выйти. Привет снова. Что ты делаешь? Как ты сюда попал? Это взломы вырасту, я вожатый расскажу. Подожди. У меня в домике не было постельного белья, а ключ мне дала Ольга Дмитриевна, чтобы форму взял, но я забыл отдать его на ужине. Ладно, я тебя поняла. Можешь идти, только сначала ключ мне отдай. Я его сама Ольге Дмитриевне верну. Но держи и спокойной ночи. Сами ничего не ответила. Выйдя на улицу, окончательно понял, что обитатели лагеря настроены ко мне не очень дружелюбно. Но я расстроен тем, что моими мечтами о лучших семи днях в лагере сбыться не суждено, и я постарался как можно быстрее дойти до своего домика. Я заправил постель, закинул шкаф в свои мальнеральные принадлежности и завел будильник. Выключил свет, снял форму и плюхнулся на кровать. Стараясь не думать о том, что я, судя по всему, полный неудачник, расслабился и вскоре уснул. Ладно, ребят, на этом, я думаю, можно закончить эту серию. Всем спасибо, что посмотрели. С вами был я, Пифокс. Если мод вам понравился, пишите об этом в комментариях. Также, если вам понравилась серия, тоже поставьте лайк. Напишите комментарий. Если вы тут впервые подписываетесь на канал, потому что меня смотрит огромное количество людей без подписки. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь, вам несложно, мне очень приятно было, да. И также ставьте все уведомления, чтобы не пропускать новые видеоролики, стримы и так далее. На этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok